Телеканал КРТ представляет На диалог, да Знаешь, хоть хорошо в женской компании Нужно посидеть, посплетничать Давай, за хорошее утро Кличко обзавелся вовой советнице Виталий Кличко Придется ему подвинуться с первого места Эксклюзивные подарки Вот у нас новость Труханова оплатили подарочный сертификат в СИЗО Подарочный сертификат в СИЗО Знаешь, вот можно подарить в бракарке А можно подарить в СИЗО Присыряю, я покупаю, бананы открываю А там кокаин Удивилась бы? Удивилась бы Хотя мне больше нравится, конечно, версия инопланетян Больше она такая романтическая Трамп такой эмоциональный Космическая тема Ну, очень, кстати, красиво выглядит Эта ракета Дорогие зрители, доброе утро Рады, что вы с нами И мы сегодня в прекрасной компании Да, Саша Как всегда, Катя У нас сегодня гость прекрасный, Екатерина Шумила Доброе утро, ребят Спасибо, что пригласили Спасибо, Катя, и тебе огромное Утро еще прекраснее Как всегда, у нас есть наше кофе Эль Кофина Которое делает это утро бодрым Спасибо им большое Да И, как бы, начинаем? Ну, конечно, начинаем Новостей много Жизнь у нас неспокойная Лента у нас такая же активная Кирилл еще, если наш зритель интересен Он едет из Кирилловки Он просто медуз убирает из Кирилловки Как раз Задержался, да А там еще и гроза была в Кирилловке недавно Ну, потому что Кирилл приехал Конечно, была гроза в Кирилловке Все понятно Но вот Начнем мы нашу беседу сегодня С новости о Духе Святом Точнее, о киевском террористе Который перед задержанием Начал журналистам рассказывать О мироустройстве Мне кажется, такой философ у нас Террорист-философ, да Назовем так И, Алексей, как вы вообще Рассматриваете происходящее В бизнес-центре Леонардо Новый виток Уже, как бы, столицу Захватывают террористы Страна в опасности? Ну, во-первых, сам факт того Что-то происходит в бизнес-центре Леонардо Мне кажется Тоже очень показательно Символично? Символично, да Потому что, ну, можно сказать Там немножечко пройти И мы выйдем к СБУ Правда? В одну сторону Там немножечко пройти И вы на канале Да Все рядом Я думаю, он об этом мог догадаться Не будем говорить на каком На канале Да, и кому принадлежит бизнес-центр И вообще, как бы, Киев, центр Сердце Да, тут у тебя опера Тут у тебя, как бы Все Да, все, вот правильно Центр ключевой Жизнь бьет ключом Ну, вот хорошо Давайте так Хорошо, когда все хорошо Все закончилось хорошо Все закончилось хорошо Это в третий раз закончилось Все хорошо Это, мне кажется, такая специфика Украинских терактов Что у нас пока что Как в сказке просто Все хорошо Все заканчивается хорошо Да, ну Для людей, которые захватили То есть для тех, кто захватил Не для всех закончилось хорошо Что в всей этой истории Было странным Ну, и мы все с вами помним Вот эти два фото Женщин Бландинки Было стало Найди десять отличий Да, десять отличий Героическую роль журналистов Во всем этом процессе Которые по совместительству Переговорщики Да, которые к тому же Были переговорщиками Хотя, вот ты могла бы быть Журналистом-переговорщиком Ты себя видишь в такой роли? Да, я прекрасный дипломат Я думаю, я бы нашла Общий язык с этим мужчиной Который не очень был Не растерялась бы? Я думаю, нет Журналист должен быть смелым Если ты не смелый Тогда тебе нечего делать Ты бы вот так сказал Минуточку Отведи, пожалуйста, на пару Острых вопросиков Я тут как раз набросала Готова, да Ну, он себя вел очень спокойно И даже женщина, которая Ты правильно заметила Сначала была одна Потом вторая Рассказывали, что он вел себя спокойно Он беседовал с ними Они даже успели поговорить О природе, о погоде Ну, то есть достаточно Такая светская у них была беседа И достаточно спокойно Вел себя террорист Позировал для фото Ну, удивительная история Что здесь сказать А вот не насторожено, что разрешено Ну, вот журналисты были Телеканалов ЗИК Наш, 112-й Где Суспильный? Где прямой? Они не доехали Мне кажется Где плюсы? Что такое? Ну, насколько я поняла Он требовал именно журналистов Почему-то этого канала Потом я даже читала комментарии Вот это про журналистскую солидарность В конце программы Мы еще про нее поговорим Но потом некоторые журналисты Из других изданий писали Просто этих журналистов не жаль Ах, вот так вот То есть не потому, что террористы Смотрят каналы, да? Популярные Информационные Популярные, да И на них ориентируют А именно потому, что Вот зависть Ориентиры явно писали Которые хотели бы, наверное, сами Быть в эпицентре Не хайпанули Да А оказалось, что Есть другие Те, кто получил Хорошо, а как там сумма Что террорист Вот следующая новость Террорист потребовал 40 тысяч гривен Вот приятно, что террористы требуют Не в валюте А гривен А гривен Практически зарплата депутата Да Или наша зарплата До изменения всех Вот этих карантинных вещей Да То есть У нас же сейчас ограничение Есть на 47 тысяч Он же не требовал кэшем Или на карточку Это очень важно Ну, он же не требовал вертолет Знаешь, и миллион долларов Как это обычно происходит Не сказано Как он все до конца Наверное, говорит Скиньте мне на карточку Да, говорит У меня тут как раз две Мона и приват Да Как вам удобнее А лучше, пожалуйста Поделите до 5000 гривен Чтоб меня финмониторинг не нашел Вот еще как-то Но это, кстати Вот Если мы говорим О захвате в Леонардо Да Это же Мона Мона Можно? Но это же Universal Bank Это что? Ну, конечно Мона и Нуна Я бы даже сказала Мона и Нуна Нуна Ну, а теперь не Нуна Татьяна поступает То есть Мона? Мона, но не Нуна Алексей А вот Катя бы Была прекрасным переговорщиком А ты бы смог Спасти Уберечь Вот страна в опасности Как ты себя чувствовал Супергероем? Да Мне кажется Вот если В журналистской сети Мне кажется Сейчас вот на такую роль Супергероя Претендует Андрей Лач Который просто забегает Во все возможные Он вообще получил эксклюзив Да Но, кстати, тебе тоже Очень бы подошел Костюм супергероя Я уже вижу Вот эту амбольшую Катя, я тебе больше скажу Алексей, да Алексей, да У Леши Когда был день рождения Ему подарили Плащ супергероя Он Этому городу Не просто нужен герой Он у него уже есть Поэтому мы вот Я тебе покажу Как все развивалось Как он летел Спасал Вот, Леша Как без тебя все обошлось Ну вот Или ты комментировал Признавайся Сколько эфиров ты вчера провел Вот мне просто интересно У меня были эфиры после После То есть постфактум Да Ну вот Ну я рад этому Ну, что все хорошо Ну я недалеко находился Я хочу сказать Из-за угла И так это было интересно Потому что в город все равно Продолжил жить обычной жизнью Это было очень странно Даже кафе сказали Что можно Кстати, очень мало зима Там было Да Обычно люди сходятся К месту событий А здесь они все Как-то были безразличны Ну просто Тут не было же автобуса Какого-то Вот, который бы стоял На который все могли посмотреть Да, это все было внутри здания Хотя мне говорили Что даже в самом здании Часть здания все равно работала Да, работали Я знаю, что очень легко Было туда попасть Бизнес-центр Поэтому, да Вот такие вот Ну а хорошо А вот журналистка Которая беседовала Вот мы эту тему затронули Да Которая беседовала С таристом Кримовым Она А совместительство Просто оказалось Сотрудником полиции Диалога Ну как бы Почему нет? Это просто удаленочка Взяла работу с собой Катя, как ты в этом носишь Такое Или она просто Вот она Журналист под прикрытием Или она Ну говорили о том Вчера мы так обсуждали В журналистской тусовке Это событие И очень часто Когда террорист Требует журналистов Полиция под видом журналистов Заходит в комнату И может обезвредить Вот этого плохого человека Поэтому как раз Коллеги жаловались на то Что почему полиция Пустила журналистов Тем более им не давали Информацию Что происходит И что от них хочет террорист Поэтому мне кажется Не очень было правильно Опускать журналистов Не знать Подвергать опасности Пускать Поэтому это нормальная практика Я даже если честно Удивилась Потому что до этого момента Я не знала об этом А просто говорить Так быстренько 112 ЗИК Сюда Идите Идите к террористу Спрашивают А что происходит И мне объясняют Потом объясним Потом объясним Ну так не работает полиция Так нельзя Ну то есть получается Что в нашей стране Журналистов никому не жаль Но все они надо террористам Вот так вот Ну а мне надо Мы за диалог Лететь Лететь Спасать На диалог Да Спасать Что Очередной информационный бум Да Хорошо Лешенька Спасибо Мы тебя отпускаем Отпускаем И ждем в следующий раз В костюме Обязательно Хорошо Договорились Обтягивающий легенд Лечу Ой ну Знаешь Хоть хорошо В женской компании Можно посидеть Посплетничать Давай за хорошее утро Чик Нет Значит мы тогда Продолжаем У нас Жаркие темы Как всегда Куда же без коронавируса Из-за коронавируса Верховной Раде Зеленский Больше не встречается С народными депутатами Вот такая Какая жалость Как будто бы он сильно С ними встречался До коронавируса Только когда подгорало Либо нужно быстро было Проголосовать за какой-то закон Правильно Зум конференции Наши все Да Я думаю что ничего не мешает Ну еще говорили До карантина Что у Зеленского Большие проблемы С его монобольшинством И он если не начнет В ближайшее время С ними работать То его ждет коллапс И насколько я знаю За последние два месяца Он активно начал работать С своими депутатами И то как они ушли на каникулы Мы можем Подбить итоги Что все-таки поработал Для начала у нас произошла ситуация Что ряд депутатов Так или иначе Оказались Не просто в зоне риска Еще и носителями И могли нести угрозу Остальным депутатам Заболели Вот После заболевания коронавирусом Нардепов-мажоритарщиков Павлаха Лимона И Сергея Грифко У сидящих рядом с ним В зале коллег Пока не выявлено симптомов Ключевой пока Будем наблюдать Но мы понимаем Что Но они могут быть Переносчиками Кстати Вот в медиа Сообществе Ведь тоже Происходили Случаи Когда коллеги Были Скажем так Заражены Да Ковидом Кто-то на ногах Сейчас вот очень популярно Я вижу по своей ленте В соцсетях Когда Люди начинают говорить Ой Я переболел на ногах У меня там Сделали тест Выявили антитела Как бы Бессимптомно Все хорошо Ну хорошо Когда хорошо А когда вот Не хорошо Я кстати Так и не знаю У меня просто мама медики Я не знаю ни одного человека Который как-то сложно Переболел Ковид-19 Ни одного человека Не знаю Более того Из знакомых Ни одного человека Не знаю Кто бы болел Им Так знаешь По слухам Знакомый знакомых Знакомый знакомых Хорошо Давай двигаться От ковида К более Интересным новостям Кстати Ты носишь маски Ношу Потому что Ты не зайдешь Ни в одно Особо там Как бы заведение На почту Ты не зайдешь А если можно было бы Заходить без Ну Я тебе скажу так Я вообще Законопослужный гражданин И стараюсь Если есть какие-то там Предписания Инструкции Следовать Но Порядком Это поднадоело Особенно Есть такой нюанс Я по ряду причин Очень часто В гриме И Маску Как бы Ты же не можешь Сразу допустим Снять весь Боевой раскрас Одеть маску Зайти там Потом опять На него нанести Есть такое И вот эти маски Которые запачканы Помадой В тональном креме Вот это меня Очень сильно раздражает И их надо Безумное количество Потому что они Выходят из строя Моментально И это крайне 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 неприятно Но скажем так Это не самое страшное Понимаю Екатерина Как фэмин Ну а чего Мне кажется Что лента Мне кажется Совсем Хайпанул На этой теме Мне бы не хотелось Главы офиса президента Украины Андрей Ермак Не соответствуют Ближе к народу Говорить о том Я буду ходить в магазин В тапочках Ездить на самокате Саша Боровик на роликах Это же прекрасно Это прекрасно Но потом Когда они уже в политике Они понимают Что это невозможно И я считаю Это полный бред Вот если бы я шла в политику Я бы говорила честно Что у меня будет охрана Что я буду жить В государственной Президенции Что я буду пользоваться Всеми благами Потому что Это положено по закону И тогда бы ко мне Что ты просто идешь в политику Потому что ты хочешь Жить на даче Ходить с охраной Нет Потому что Это абсолютно нормально Ну Дональд Трамп Не живет же где-то На съемной квартире Либо в своей квартире Он президент А представь что Президента Который живет Допустим там С мамой Или с родителями Я не понимаю Зачем вот это Чтобы нравиться людям Так ты можешь жить На госдаче Пользоваться тем Что дает тебе государство Как президент Но настолько улучшить Жизнь людей Что им будет все равно Где ты живешь То есть они будут это осуждать Они будут к этому относиться нормально Абсолютно Ну то есть все равно Президент должен быть Сосредоточен На самому важному Это своей стране Своих людей Чтобы сделать их жизнь лучше Ну а идеи перенести Помнишь офис президента Сначала куда-то У них столько было Идей бредовых Честно говоря Сначала за город Потом в другое здание Потом украинский дом Они хотели Ну и по итогу Скажем так Ну вот сделали Потом решили просто Что не администрация президента А офис президента Ну уже вроде как что-то новое Ну вывезли Уже житья по-новому Конечно По-другому Ну вот смотри Следующая новость Ограничение зарплат Членов нафсоветов Уберут Шмыгаль пообещал 60 миллионов евро Как тебе интересно Да вообще Надо было миллиард Вообще вся страна Должна работать Для членов наблюдательного совета Потому что это Самые бедные люди Они просто наблюдают за страной Они наблюдают Такая важная функция Вот Укрзалезнеться Понимаешь Думает о том Вот ситуация Журналистка Синтера Которая пострадала Которую чуть не изнасиловали И очень жестоко избили Сейчас идет дискуссия Кто должен защищать Пассажиров В поездах Укрзалезнеться И вот Антон Гераченко Говорит, что Укрзалезнеться Должна выделять деньги на охрану А Укрзалезнеться Говорит о том Что должны вернуть полицию Вагоны Которая работала до 2015 года Вопрос Я считаю, что Во-первых У Укрзалезнеться Есть все возможности Даже вот убрать зарплаты Не хочу сейчас показаться Лукашенком Но убрать вот эти миллионные премии Я просто не понимаю За что они получают В прошлом я бизнес-журналист И я не понимаю За что эти люди Где их KPI Что они выполняют И за что они получают Вот эти миллионные премии Во-вторых Что меня смущает Что в этих наблюдательных советах Все-таки Большинство это иностранцы Слушай, а зачем Такое количество наблюдательных советов Ты сделал один Наблюдательный совет за страной Вот как депутаты Их наберем в этот совет Это иллюзия работы Сколько там Несколько сотен Иностранцев Пускай за нами наблюдают А мы им еще будем Безумные премии заплачивать Чтобы вот сразу В одном месте А то они так разбежались По разным госпредприятиям Ты их и не видишь А так вот надо В одном месте Камеры туда побольше Мы будем смотреть Посмотреть за тем Как за тобой следят Это же прекрасно Мне кажется Что просто вот стоит того Чтобы увеличить Ну надо обратиться К премьер-министру Вот действительно Поддерживаю тебя 600 миллионов евро Вот нет Надо больше Больше И это учитывая Что медикам не хватает зарплаты Что огромная дыра В государственном бюджете Но как раз Вот самая важная проблема Что членам наблюдательного совета Не хватает Отмена ограничений Заработных плат Членам наблюдательных советов Содержится В перечне условий Для получения Второго транша Макрофинансовой помощи От Европейского союза Знаешь Вот как бы Вот ключевой момент Оказывается Вот без них Ну никуда Да Катимся Я слышала Что они бегали В офис президента И жаловались Что им Плакали Жаловались Плакали Ну это нормальная практика Бедняжечки То депутаты То члены наблюдательных Ну что двигаемся дальше Кличко Обзавелся Новой советницей Запятнанной репутации Дерибан земли Тетушки И дело За взятки Этой советницей Стала глава Киева Печеря Киева Святошинского района Сейчас посмотрим Кто же это Кто там такой Запятнанный Ну И почему запятнанный Сразу Мирослава Смирнова С 15 по 19 год Возглавляла кресло Главы Киева Святошинской РГА Знаешь Мне кажется Что когда Кто-то кому-то Не нравится В назначении Первым делом Ты как же Знаешь Надо Зайти Посмотреть Не просто биографию Карьеру А именно Компромат Если есть Какие-то Негативные Кейсы Раздуть их Просто до Неимоверных Размеров Мне просто интересно Кто должен был Тогда вместо нее Зайти Чтобы она была Не запятнанная Без взятки Да эти помощницы Конечно Если есть Ей за что отвечать У нас есть Правоохранительная Система Пусть они И разбираются Но Мне не нравится Что у нас Всегда делают акцент Что вот женщина Помощница Значит чья-то Любовница Либо уже Коррупционерша Если Ей там Ничего не нашли Куда попали У вас что там Блат Почему Блат Сестла Сестла Да То есть Они обязательно Каким-то образом Попадают Нечестным Замешанным Ну смотри Я хочу тебе сказать Что это наверное Даже не так удар по ней Потому что Вряд ли ее конкретная Персона Несет какую-то Большую Серьезную Вес И может Допустим Повлять Это скорее Больше удар по Кличко Потому что даже Сам заголовок Который мы видим Что Кличко обзавел С новой Советницей Ну предвыборная Гонка уже началась Сейчас будем много Такого вычитать Мы видим как раз Новые рейтинги Видим Что Со столицей В принципе Бороться Да Или за Мэрское кресло У зеленых Будет Проблематично Все рейтинги Показывают Что возможно Даже зеленого Кандидата И не будет Во втором туре Поэтому посмотрим Насколько Действительно Ключи От столицы Удастся Получить Команде Зеленского У Кличко Все равно Поддержка Высокая Как ни странно Как ни Стараются Как ни Мне вот интересно Я сколько не общаюсь Именно с коренными Киевлянами Они говорят о том Что им очень нравится Поговори со мной Давай Катюша Поговори со мной А ты коренная Ты смотри Есть молочные Киевляни Есть молочные Киевляни Как зубы А есть коренные Да Четвертого поколения Так что можем обсудить Ничего себе Я не знала Александра Смотри Сколько лет мы знакомы Какие подробности Ну вот тебе нравится Мар Виталий Кличко Я могу тебе сказать Что у меня В этом вопросе Я не совсем буду объективна Потому что есть Конечно профдеформация Я понимаю Что я отношусь К тем Киевлянам Которые помнят Обещания Помнят Скажем так Те программы С которыми Допустим Кличко шел И во многом Скажем так Я могу сказать Что мы подводили И определенные итоги И если бы То же самое Обещалось сейчас Заново Можно было бы Избирать его еще раз Потому что Дел непочатый край Но с другой стороны Я вижу реальные Изменения Вот мне было Как маме Очень важно узнать Пойдут дети в школу В сентябре Не пойдут Идет подготовка Выделяются деньги Я вот знаю Допустим Я созваниваюсь С родительским комитетом Смотрю что И ремонт И подготовка Как раз связанная С ковидом Чтобы дети защищены Пошли В принципе ты знаешь Что Киев задает тренды Будет сделано в столице Будет сделано Потом масштабировано И по остальным городам Важный момент Вот если ты помнишь Не так давно Часть районов Были обесточены Да Вот у нас ТЭЦ-5 ТЭЦ-6 Они вот Требуют модернизации Я вот смотрю Выделяются деньги На Скажем так Их обновления Чтобы они были Более энергосберегающими То есть я хочу Чтобы условно В Киеве Был свет Горячая вода Чтобы это не казалось Нам большой роскошью Чтобы мы К обычным благам Скажем так Пришли Как к норме нашей жизни А они Рукоплескали Что наконец-то Поэтому я вот Если такие вопросы Да Я вижу Что Киев задыхается В пробках Проблема Проблема Она на мой взгляд Ну как бы Ну не в полной мере Решена Но с другой стороны Вот мне кажется Что ключевой момент Это как среагировали На ковид Ковид Показал Что Мэры городов Прошли Это испытание Достойно И мне кажется Что в принципе У них от рейтинга Ну нету кейсов Где мы видим Что ковид пройден Как-то негативно Что мэр На этом периоде Карантина обнулился Да Или там В принципе Власти городские Как и в столице Как и в других городах Сработали хорошо И даже были определенные Контры потом Между центральной властью И региональной власти Они сейчас кстати продолжаются Вот мэр Тернополя И кажется Луцка Сказали о том Что не хотят Ужесточать карантин Они устали Ты же знаешь Что даже поезда Вот сейчас был бунт Недавно В поездах Люди сели в поезда Которые следовали В Тернополе Сейчас как-то же Красная зона И сказали пассажирам Что не выпустят Их как раз По пункту назначения И нужно выходить Или на станцию Раньше Или на станцию Позже Там начался бунт В итоге поезд остановили Но по факту Распоряжения Ограничительные меры Были Не выполнены Почему нет Разъяснительной работы Почему нормально Не объяснить людям Как им добраться Хорошо Выйдите раньше Или позже Мы вам дадим Автобус Там маршрутку Доберетесь Мы вам обеспечим Комфорт Да вы потеряете В основном по времени Или как-то А может и не потеряете Мы сделаем вам комфортно И поможем Решить ваш вопрос Нет Надо все сделать Знаешь Как бы Сикость-накость А с другой стороны Вот эти противостояния Я тебе скажу точно Ну смотри Даже на этой волне Появляются новые проекты Пропозиция Мерская партия Которые Общие кейсы И они будут себя Как-то противопоставлять Еще ряд проектов Которые будут появляться Поэтому региональная компания Она интересная В плане Посмотреть Какие игроки будут на рынке Что в тренде Но Кто будет первым Перерезать ленточку Тут же мне кажется Будет сейчас Бег Кто первый приезжает И кто открывает Там садик Знак Больницу Кусок дороги Это же все Большие достижения Кстати Хотя могу отметить Не знаю Что ты замечаешь Ты кстати Ты говоришь Про коренных киевлян Ты сама Откуда? Сама я Свинецкая область Ой Понаехали Понаехали Да Понаехали Ну я уже Шесть лет Бучанка Вот Вот оно Что Да Да Ну вот этот Да Есть снобизм Такой у киевляна Я заметила Да ладно Мы очень доброжелательный народ Что ты там Прям сразу Ну вон Следующая новость Выборы мэра в Киеве Кличко лидирует Притула Тоже у нас тут предлагают Ну давай посмотрим вопрос Что это за вопрос Ой Я так не верю рейтингам Постоянно второе и третье место То Пальчевский То Притула Ну вот я видела рейтинги Где Пальчевский на втором И он выходил вроде как Во второй тур С Притула И мне прям стало интересно Это кто у нас Это у нас Парам пам пам Извините за задержечку Это Если бы в ближайшие выходные Проходили выборы То за Кличко бы проголосовало Сорок один и семь Тех кто готов прийти на выборы И уже определился Это социологическая группа рейтинг Двадцать шестого Двадцать седьмого июля Ну вот интересно Ирина Верещук На третьем месте? Девять и четыре опрошенных А за Притула Одиннадцать и шесть А вот за Пальчевского Здесь девять процентов Гончаренко четыре и пять Другие кандидаты Менее пяти процентов Поддержки Ну знаешь ли Я тебе скажу Что разные проводятся Социологические исследования Вон я смотрела Как раз тоже Свежачок Открываем Политека на секундочку Да Это у нас была Лига А это у нас Политека Так вот Здесь был опрос Другой И здесь как раз Во второй тур Выходит Пальчевский С Кличко Поэтому Хочу тебе сказать Да Есть несколько просто Ну есть много социологий Мы понимаем Что не всем стоит верить Но вот та Что на Политеке Я тоже видела И мне кажется Вот там цифры Ближе Более реальные Да Более реальные Хотя мне кажется Что все еще будет меняться И мы еще можем увидеть ситуацию Когда все-таки Вот Виталий Кличко Придется ему подвинуться С первого места В любом случае Будет очень интересно Наблюдать за То есть ты прям ждешь Каких-то там баталий Мне было бы интересно Чтобы были баталии Ну вряд ли это будет Какой-то контур с талантов Я думала Что знаешь Они будут Как Украина Моя талант Кто-то поет Кто-то танцует Джонглирует Там фехтование Если будет Притула Будут шутить Как минимум Тернопольский сирой А кстати Ну странно Что-то Притула Не идет у себя В Тернополе Ну было бы логично Смотри Скичков в Черкассах Корявченко в Кривом Роге Филимонов в Одессе Притула в Тернополе Ну нормально же Отлично Отличная идея Я не знаю Почему все хотят Где Макс Бахматов Что-то такое Мне кажется Что непорядок Непорядок Шутить так шутить Там еще Кто там у нас в Камедии был Еще Пидан Да Александр Пидан Кто там еще был Надо вспоминать Там целая плеяда Была прекрасная Неисчерпаемый источник Кандидатов Кандидатов Мэры города Кандидатов Мэры Ну вот ты бы за юмористов Отдала свой голос Нет А кстати Ты в Одессе была Что там говорят Есть шансы у Филимонов Если вы выдвинутого Это джентльмен шоу Я тебе скажу Что я общалась С человеком Который очень близок К местным выборам в Одессе И у него есть Закрытая социология Которая говорит о том Что все-таки Труханов Намбер ван Да То есть видишь У мэров Они делали именно для себя Не подкупная Чтобы понимать ситуацию Закрытую социологию Все-таки Труханов Мы сегодня смотрели Это как бы интервью С стране Юэй Подалека Он там тоже говорит Что слуги На определенные города Нацелены Очень серьезно Где у них якобы Их социология Им дает Хорошие такие результаты Уверенные А ряд городов Они условно даже Тягаться не будут И там он приводит примеры Что и по Днепру Не удается перебить Кого бы не выставлял Потому что они знаешь Как бы этот пассианс Раскладывали И по ряду других городов Миллионников Ну где ну вот не светит Это как бы и Одесса Тоже мне кажется Там условно называется Если хоть не победить Так хоть повеселиться Понимаешь Да-да-да Ну то что парад комиков Возможен Это уже факт Ну это ужасно Ужасно будет Если люди снова На это поведутся На эти новые лица Которые будут их А кого ты ждала Что это будет парад стоматологов Или кого там будет Парад профессионалов Вот такая буду наивная Ты так договоришься Что будешь партию свою создавать Или ты тоже к Литиной собралась Боже упаси У меня нет Не берут Таких Я не Меня не приглашали И я Знаешь Не предлагала свою роль Мне не в чем записывать Такие яркие видео Как она Ну что От наших реалий Киевских Давайте двигаться К международным Илона Маска пригласили На исследование в Египет Наверное на All Inclusive Перед этим он заявил Что пирамиды построили инопланетяне Как тебе Кто построил пирамиды Катя Расскажи нам Уже научно доказано Что это построили люди Даже проводили Я смотрела большой документальный фильм Где было доказано Научно популярно Где было доказано Даже научно Вот в то время переносились И пытались построить пирамиду Это вполне возможно Хотя мне больше нравится Конечно версия инопланетян Больше она такая Какая-то романтическая Фантастическая Но я думаю Что это все-таки построили люди Вот ты послушай Как опять Верю больше науки Первый источник Это твиттер Илона Маска Да Aliens build the pyramids Прекрасно Просто вот он сказал Мне кажется Что можно ссылаться На Илона Маска Учитывая что Мы знаем Что он любит покуривать Запретные Травки Ну там не запретные У нас запретные Ну Это гербани выращенные Да-да-да Я думаю Что он так думал Бережно Дунул чуть-чуть И думает Напишу-ка я твит Мне кажется Они-то немножко соревнуются Кто перещеголяет Кто главный Ньюзмейкер Трамп тоже не отстает Я не знаю Что его стимулирует Ой Трамп такой эмоциональный Парень Ну видишь Зато людям нравится Смотрим дальше Батут сработал Что означает Полет Крю Дрэгон Который вернулся С орбиты земли Давайте посмотрим Ну и как ты видишь У нас все космическая тема Просто космический Сегодня выпуск Украина Космическая государство У нас могут быть новости Про космос По крайней мере Это все Что Можем себе позволить После того Как США Почти 10 лет Не могли самостоятельно Запустить Астронавтов В космос И американцев Доставляли На борт Российских Ракет Компания Илона Маска Успешно Завершила Первый в истории Запуск Частного корабля Крю Дрэгон Успешно Доставил Астронавтов На орбиту И спустя два месяца Они вернулись На землю Представляешь как Ну очень Кстати Красиво Выглядит Эта ракета Они не просто вернулись Они приподнявшись Мексиканским заливом Спустились на парашют Ну романтика Я жду Кстати Голливуд Мне кажется Что эта тема Еще не нашла Своего отображения В экранизациях Должны быть Какие-то комиксы Обязательно Должны быть Фильмы Даже популяризация Космической мощи Соединенных Штатов Мне кажется Мало этого Ну смотри Армагеддонов Не снимают Мне кажется Что не хватает у нас Марсианец Ну земляне мы и так Посмотрели Спасибо Ты посмотрела Кстати Я почитала Ты же знаешь У нас называется Чтобы быть в курсе Достаточно почитать Википедию Я просто посмотрела Что там было 18 плюс На этом фильме Насколько я поняла Там есть много Агрессии Там убийства Животных И поэтому у меня психика Слабая Я решила не смотреть Ну вот да А то еще одним террористом Станет больше Посмотришь такой фильм И решишь Ярко и впечатлительно Мне нельзя Ну вот Один заключенный Скупил все места В веб-камере Запорожского СИЗО Видишь Малюсь ко всех Призвал Кто-то скупил Оптом Катя Как ты думаешь Приживется тема С веб-камерами Запорожском Следовательном изоляторе Один из заключенных Заплатил за все места В камере повышенного комфорта Он наверное просто решил Что он будет один Это изолятор Понимаешь Он сам себя изолировал Других не будет Ну слушай Мне кажется Что это и так существовало Просто эта новость Попала скажем так В СМИ И вот все так Об этом говорят Но я и раньше слышала Еще лет 5 Там от знакомых Знакомых Которые вот Тоже человек очень богатый Попал вот В такой изолятор И тоже И тоже Ну это такие Ну есть предприниматель Такой Очень известный В узких кругах В узких кругах И Ну это нормальная практика Слушай Там люди тоже подзарабатывали Ну вот ты вспоминала Кстати Извини Вот эксклюзивные подарки Вот у нас новость Труханова Оплатили подарочный сертификат В СИЗО Как тебе вообще Прекрасная просто новость Подарочный сертификат В СИЗО Знаешь вот можно подарить В бракард А можно в СИЗО Ну это кстати Мне кажется Вот Для мужчин Хороший подарок Троллинг Опять-таки предвыборный Поэтому Конечно может Для заголовка новостного Это и весело Но по факту Ну По факту это грустно Ну вот смотри Зато рядом Почти что рядом В Запорожье Мать рецидивиста Вырыла туннель Ради побега Сына из тюрьмы Мне это напоминает Диснеевские Мультики Помнишь Утины истории Там была семья Действительно В этих В полосатых таких Футболочках И у них была мама Главная Зачинщица Всего этого Дела Ну вот Чего не сделаешь Чего не сделаешь Ради ребенка Вот материнская любовь Она самая сильная На секундочку Протяженность Туннеля Около 10 метров Это прям побег из шоушанка Мне Прям А как ее поймали Мне интересно Указывается в новости Сейчас посмотрим После вынесения приговора Мать решила Снять дом Неподалеку от колонии Где мужчина Должен был отбывать срок И начала рыть тоннель Так что мама очень Ну вот Побег из шоушанка Запорожская версия Женщина из Николаева Рыла под коп Чтобы вытащить Из тюрьмы Своего сына Мужчина отбывает Длительный срок За убийство Одной из В одной из Волонянских колоний Мать сидельца Сняла неподалеку дом С помощью инструментов По ночам Уверенно Рыла К своей цели Кошмар Вот Так что тут Как бы не сказано Ну за убийство Это очень тяжелый грех Пусть сидит И пусть мама Смирится С этим тяжким преступлением Вот Если бы не полиция У нее были все шансы Освободить сына Все что нам Известно Об этой истории Честно Очень интересный Такой Остросюжетный Киношный Сюжет Наверное На Одесской киностудии Снимут нам Что-то Об этом Потом Ну в основу Ляжет Какого-то Интересного Интересно Интересно Боевичкам Боже мой Я уже Увидела Слово Кокаин Ты Такая новость Подожди Не забегай В Украину Попали рекордные 56 килограмм Кокаина Их попытались Замаскировать Под бананы Катя Как ты думаешь Можно ли Слепить Из кокаина Бананы Боже мой Ты знаешь Я о другом подумала Я так часто Покупаю бананы Каждый день Это мой Любимый фрукт И я представляю Покупаю бананы Открываю А там кокаин Удивилась бы Удивилась бы Ваше дальнейшее действие Екатерина Что бы вы делали Расскажи мне Пожалуйста Сбывала товар Конечно Сбывала Среди журналистской Тусовки Так ты бананодилер Да Катя Ну на самом-то деле История интересная Хорошо что их поймали Потому что Наркотики это зло Это всего Так пошутили За сбыт Но интересно А где их кстати Поймали Мне интересно А ты решила узнать Не там Но ты покупаешь бананы Катя В Одесской области Понимать после эфира Куда ехать В морском порту Южный Силовики успешно провели Спецоперацию И пресекли один из каналов Нелегальных поставок Наркотиков Из Латинской Америки В нашу страну В сети пограничников И полиция попала В сети пограничников И полиции Попало 56,4 Тут на секундочку Килограмма кокаина Это как в том анекдоте Говорит Сыночек Взвись ко мне Грамм 200-300 Говорит Бабушка Сколько точно 200 или 300 Говорит К чему такая точность Это кокаин Тут точно понимаешь Пару грамм Всего так потеряли А на самом деле Это Ни много Ни мало 200 миллионов гривен Ну немало Можно было бы Бюджет области Бюджет области Да Либо можно было бы Потом на эти деньги Отправить Членам наблюдательных советов Катя 47 брикетов Это на секундочку Почти как 47 НАП-советов Их порядка 50 В стране Это наверное В каждой В каждой Тут как бы И подписано Туда Можно ниже Чуть опустить Там есть еще Конечно Мне просто интересно Даже видео Катя есть Смотри Давай посмотрим видео Ой Мне просто интересно Как можно под бананы Это дело все Сделать Ну верно В коробке Из под бананов Максимум По применению Думаю максимум Это коробка Из под бананов Вряд ли они Ну что скажем Что молодцы ребята Что сделали А ты кстати видела Тоже новость В авокадо В косточку Каждую авокадинку Засунули тоже Маленький пакетик Они уже такое придумывают Просто фантазия У людей безграничная Ну видишь Слышишь Голь на выдумке Хитра Надо же как-то Изгаляться Поэтому Очень интересно Катюшенька Ты новость приготовила У нас есть такая Рубрика Да Новость от гостя Я новость Я новость приготовила Но давай пока Я ее найду Я тоже создала ее просто Я ее писала всю ночь Нет Говорит я получила Задание на дом И решила ее Не просто найти А я решила ее создать Давай пока Я буду искать Я тебе прочитаю Следую Давай Давай Новость называется Перегруз По пути в Австралию Разбился самолет С полутонной кокаина Да что такое Ну видишь Как у нас просто Подбор новостей Специальный Стоимость кокаина Составила 57 миллионов долларов Так что наша партия Детский сад Детский сад Полутонна На секундочку Вот 56 кг И полутонна Ну конечно Разница Чувствуешь Такие у нас новости Так Я нашла Очень интересную Новость Она Не самая свежая Ей уже несколько дней Но Мне она Очень понравилась Давай мы любим Не свежие новости Не свежие новости Это наш конек Рубрика Рубрика Не свежие новости Итак Компания Барби Анонсировала Выпуск кукол Вдохновляющих Покупателей На голосование И участие В президентских Выборах В США И хотя куклы Получились В фирменном Стиле бренда Очень привлекательными Пользователи Соцсетей Сразу заметили Что Здесь что-то Не так И ведь В 20-м году Голосующие Кандидаты Выглядят Абсолютно Иначе Создатели Грубо говоря Хотят привлечь Вот молодых Девочек К теме политики Чтобы они Видели будущее В политике Мама Папа Проголосуйте За мою куклу Вот так это Будет звучать Даже нельзя Показать на экране Нашим зрителям Очень привлекательным В детстве в куклы? Играла, конечно В куклы В куклы, конечно И Барби Были мои любимые Но вот эта линейка Барби Кстати, 40 долларов Стоит одна кукла Ты никогда не думала Стать прототипом Для куклы Барби? Нет, нет Мне никогда не нравилось Барби журналист И в основу Чтобы играли дети И потом хотели журналистов Знаешь, что я всегда говорю Когда спрашивают Про журналистику Куда мне пойти учиться? Не идите вообще В эту профессию Если хотите быть Здоровыми Ты бы купила своему ребенку Куклу Барби Чтобы вот Кандидат в президенты кукла Ну, вопрос Вопрос риторический Если честно тебе скажу У моих детей Тоже идет Профдеформация Потому что они Смотрят на маму Привыкли, что Маму можно увидеть Чаще по телевизору Нежели в живую Понимают, что Это тоже уже Неотъемлемая часть И их жизни в том числе Поэтому мои дети Условно в политику Так или иначе Тоже играют А как вот Могут простимулировать Это же, понимаешь Дети же не голосуют Это их можно приучить К политической культуре Таким образом Условно с горшка С детства С песочницы Приходить на избирательный участок Голосовать Потому что мы же говорим Что очень часто Самые Скажем так Самые хорошие избиратели Это в основном пожилой избиратель Он все-таки Более ответственный Чаще приходит На избирательный участок Уже как-то заложена Культура Приходить Голосовать А вот молодежь На участке Избирательный Не заманишь Даже как раньше Бутербродами Кстати, ну вот последние Президентские выборы Показали, что все-таки Стали больше Интересоваться Потому что все-таки Президент пошел В соцсети В массы Он уже смеялись Что должны появиться Партии в ТикТоке В Инстаграме Я не знаю Куда там они еще пойдут В какие соцсети В лайк Да Ну вот знаешь После этой новости Я подумала Что если уже будут Производители Игрушек для взрослых Производить куклы Чтобы стимулировать Взрослое население Идти голосовать Поближе пообщаться С кандидатом Да Главное, чтобы Вот не наших политиков Давай следующую новость Куратором Украины В случае победы Байдена Может стать Экс-чиновник Который троллил Луценко За Сейшелы Давай посмотрим Кто что может стать Куратором Прям интересно Вам же тоже интересно Дорогие зрители Давайте узнаем Команда Неформальных советников По внешней политике И национальной безопасности Бывшего вице-президента США Джо Байдена Который участвует В выборах президента США В этом году Решились на более Чем радикальную меру Расширить свой штат Две тысячи человек Пам-пам-пам Это 20 рабочих групп На секундочку Немало Да И они будут заниматься Вопросами национальной безопасности И контроля Над вооружениями Надо все проверить Это своего рода Слышишь 20 рабочих групп Я бы на их месте написала 20 наблюдательных советов Еще бы денег прикупили Вот люди как бы еще Не знают Как надо правильно Организовывать работу Так вот Организация группы Дает представление о том Как Байден Будет стремиться Формировать Свою внешнюю повестку Дня В случае победы И тут давайте фамилии и имена Искать Так вот Так вот По Ближнему Востоку Может быть Дэниел Бен Айм И вероятно Еще по Восточной Азии Будет Элли Райтнер Надо запомнить эти фамилии И имена И проверить Так ли это Тут большой вопрос Когда состоятся президентские выборы Учитывая что Трамп Хочет их перенести На год В связи с коронавирусом Хотя сам он говорит Что пандемии в Америке нет А вот и нет так На самом деле Как раз Трамп не является инициатором Переноса выборов Эта тема Витает в воздухе И периодически закидывается Его оппонентами Демократами О том что возможно Стоит перенести И Трамп как раз В последнем своем твите Говорил о том Что он очень обеспокоен Что выборы могут быть Сфальсифицированы То есть что они будут Не такими защищенными Потому что предлагается Голосовать по почте Еще какими-то новыми способами Было предложение Голосовать два дня Чтобы рассредоточить людей Чтобы Ну там Соблюдать меры Безопасности с ковидом И он считает Что это может быть Как раз полем Для фальсификации И ставит большой вопрос А стоит ли Переносить выборы Поэтому тут скорее Он В оборонительной Позиции Нежели Что он инициатор этого Но тема такая есть Разговоры такие ведутся Вот Поэтому американские выборы Интересный такой кейс По тому Как мы вообще Будем голосовать В дальнейшем В посткарантинном Периоде В посткарантинной жизни Вот как раз Хорошо вспомнить Про технологию блокчейна Об этом много лет Говорят и в Украине Во-первых Что это дешево Во-вторых Что это очень быстро Оперативно И это все-таки Защищенное голосование На которое Очень сложно повлиять Катюша У нас есть рубрика Новости Кирилла из Кирилловки Так вот В Кирилловке Отдыхающие Сняли на видео Цунами Из грозовых туч Это Дело рук Кирилла Он у нас Провелитель Молний Бурь Туч И всего остального Тучи может развести руками Мы сейчас посмотрим видео Посмотри какое Я кстати такое видела в Одессе Месяц назад Это просто выглядит Да Это кажется что ты в страшном фильме Каком-то И сейчас нагрянет что-то ужасное Главное музычка такая Знаешь релакс Все Кто-то там себе чилит Да Но тут как бы повернулся Оглянулся И ужаснулся Да И вот вижу две девушки снимают На пляже тоже Когда мы видели Вот это необычное явление Все просто стояли с телефонами Я тебе больше скажу У нас не только Кирилл в Кирилловке У нас еще и Алексей в Новоалексеевке Я тебе честно скажу Обалдеть Так вот Из Запорожья в Новоалексеевку Запустили модернизированную электричку Специально чтобы Леша мог ездить И проверять что там в Запорожье Как там в Новоалексеевке Ты была когда-нибудь на Зовском море В Геническе? Это кстати рядом Ой Не помню Может когда-то очень давно Ну то есть либо была в бессознательном состоянии Лет 15 может назад Лет 10 Да в детстве В глубоком прям детстве Не помню А вот в Одесскую область Декоммунизировали памятник Ленину В Одесской области Как ты думаешь Что-то с опозданием Декоммунизировали Что-то не вовремя С опозданием Тренд уже уходящий Я недавно прочитала Что в Германии В одном городе Поставили памятник Ленину И я удивилась от этой новости Потому что я привыкла Что его сносят А в Германии В регионе еще как минимум Два памятника Ленину На секундочку В Одесской области Оригинально декоммунизировали Один из памятников Владимиру Ильичу Вот Который до недавнего времени Оказался уцелевшим Безобразие-то какое вообще Я вижу что делают это профессионально То есть не активисты На днях в селе Как ты думаешь Как называлось село Железнодорожное Оригинальное такое название На Одессчине Вот Памятник Ленину Превратили в памятник Болгарскому переселенцу Как тебе? Похож Ленин на болгарского переселенца? Мне просто интересно Не очень Как не узнать Это называется квест Как не узнать Ленина А то есть ему что Ведро надели на голову что ли? Как его переоблачили Да ну вот видишь Болгарский переселенец Веточка Лозы Ну мне нравится этот памятник гораздо больше Переодели его Поэтому молодцы Ну по крайней мере сохранили Ильича Вот И тут же знаешь как бы Новость начинается с чего? В регионе как минимум два Ждем каким переселенцам будет еще Ильич Тебе он на кого похож? Ой Даже не знаю на кого Грек Болгарин Турок Кем он может быть? Мне на какого-то азербайджанца На азербайджанца? Аккуратно Это может быть террорист Так что Осторожно Что у нас еще интересненького Припасли нам Вот На Ровенщине Двое суток Жители Бились Село На село То есть пошел прям В рукопашную Или что там происходило Давай посмотрим Воюют Вже 20 роков Это прям Монтеки Капулети Или как это? Велориба Велобанджа Что происходит? Почему мы об этом только узнали? На Ривненщине Двидубый пост Лежит или было Село на село Так Значит Называются села Степангород И Хыночи Или Хыночи Прошу прощения Не было у вас Надо узнать Вы просто после этой новости Прославитесь Станете двумя Туристическими центрами Так вот В Битте Брало участь 70 осіб За підсумком Закончения Зиткнення Трою людей Утримали телесные ускорения А что не поделили-то? В чем Видео публиковала Одна из женщин Яка стала Очевидцем подий Ну прекрасно Сталось это 23 липня В ночь В ночь То есть Все-таки интересна причина Причина не указана Просто Может это такое развлечение? Ну ты как считаешь? Какое развлечение? Ну я знаю, что В маленьких селах Есть такое развлечение Просто помахать Кулаками Повеселились на утро Помирились Все отлично Может у них тоже Такое развлечение? Могли бы масса Мыть посуду Я говорю Велориба Велобаджи Либо наводить порядок У кого фэри Больше тарелок перемовит Понимаешь? А оказалось, что нет Ну главное, что никто Не пострадал Ну как? Никто не пострадал Три человека С телесными повреждениями Я думаю, что с ними Все будет хорошо Украинцы смогут Отправлять соседей На лечение К психиатру То есть можно подарить Не только сертификат В браккард В СИЗО Но еще и к психиатру Боже мой, это отличная новость Давай ее зачитаем Потому что я хочу Подрить своим соседям У меня они такие шумные Они выясняют отношения Дерутся Они Мирятся Кстати, ни разу не слышу Как они мирятся Постоянно только ссорятся Говорю, уже помиритесь Нардепы хотят расширить Круг лиц Которые могут требовать Направления человека На принудительное лечение Украинцы вскоре смогут Отправлять, например, соседа На психиатрические обследования И в дальнейшем Коспитализацию В психиатрическую больницу Правда, через суд Ну, понятное дело Я думаю, что здесь идет Речь о проблемных соседях Потому что Ты тоже слышала Многие истории Что, к примеру Какая-то бабушка То ли дедушка Приютили 20 собак Или котов Потом страдают соседи И от запаха И ничего из этого Не могут сделать Им полиция не может помочь Катя, читаю новость Давай Комментарий от очевидца Когда ты идешь мимо Ты не знаешь Чего ожидать От своих соседей Он может тебя схватить За руку Может даже Агрессивно тебя там Ущипнуть Приставать к ребенку Как-то там Реагировать На женщину Рассказывает Илона Мне хотелось спросить Она была в маске Или нет Но вот это вот Илона На самом деле Честно, разные бывают ситуации Особенно мы с тобой И так пошутили Но судя по тому Что люди все чаще Чувствуют себя Незащищенными Неважно Едешь ты в поезде Идешь ли ты домой И возвращаешься Все хотят чувствовать Все-таки Крепкую руку государства Быть защищенными Не находиться В постоянном страхе Потому что Могут быть Какие-то активисты Могут быть Какие-то Душевно больные Могут быть люди Которые находились Ранее Скажем так Все-таки Под присмотром Тех же Врачей и психиатров Их все В связи с Оптимизацией И волной Новой Из медреформы Поотпускали Ну странно Это все Поэтому Шутки шутками Но надо все-таки Следить Наблюдать Чтобы люди С психическими расстройствами Конечно же Были под пристальным Вниманием Системы Да это правда Потому что Тут они захватывают Людей Кстати вот Вспоминали сегодня Первая новость была Про бизнес-центр Леонардо Там же человек Как раз У него диагноз Олигофрения Так что Ну в принципе Был он как бы Под присмотром И понимали же Ну просто что Вел в последнее время Вся достаточно Сдержана Но это не меняет Того что Мне просто страшно Сколько еще таких людей В стране И к чему это может привести Прекрасная новость С названием Пой, молись, учись Зачем школьников Киева Заставляют петь гимн Каждый день Нововведение такое У нас принято Как ты Не в курсе? Нет На уровне Киевсовета В учебном году Который начнется С 1 сентября Кроме изберения температуры Перед уроками Столичных школьников Ждет еще нововведение Это обязательное Исполнение гимна Каждый день Это предложение Поддержали В Киевском городском совете Ранее такая инициатива Была в Николаеве И Ивано-Франковске Правда там Это носило Рекомендательный характер И гимн предложили Дополнить минутой Молчания и молитвой Вот А теперь такая инициатива Ждет еще И киевлян Ну Я считаю Что это может быть Максимум инициатива Если ее поддержат Окей Но Заставлять Заставлять Людей Давай Мы не будем пока критиковать Посмотрим Как это будет реализовано Потому что по факту Инициатива Может быть Как Лайтовой Да То есть аккуратно адаптированной Так и вызывает Очень сильные Какие-то Бурные обсуждения Мы конечно посмотрим Катюша Мы плавненько Подползли К нашей любимой рубрике С чем пришел к нам гость С пустыми руками Или нет Я никуда Никогда не прихожу С пустыми руками Поэтому Я думала Ты помнишь Как говорила Раневская Говорит Вы когда придете Стучите громко Ногами Говорит А почему ногами Говорит Вы что придете С пустыми руками Так и у нас Нет Я думала взять Бутылку алкоголя Но учитывая Сейчас Ну считаю Что вообще Два лучших подарка Это алкоголь И это книга Или алкоголь Сделанный своими руками Да Но я хочу подарить Вам книгу Это книга О переломных моментах В странах Которые Когда-то переживали Кризис И очень здесь Много примеров Того Свежая чтива Как они проходили Этот кризис Потому что я знаю Что сейчас У вашего телеканала Есть большие проблемы С властью И в такое тяжелое время Журналисты И вся наша такая Медиатусовка Должна объединяться И давать отпор Когда Происходят Такие плохие вещи Катюша Да Это чаще Смотрите нашу программу Три кандидата Ждите нас в новом сезоне Обновленными Отдохнувшими Радостными Свежими Веселыми И пускай новости Которые мы будем читать Будут не только смешными Но и радостными Позитивными До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok